Дома офицеров Каспийской флотилии Дома фашистских войск в Саленградской битве 2 февраля 1943 года Увидев картину художника Дроздова, на которой изображен советский офицер, держащий в обеих руках колючую проволоку, я была сильно впечатлена, даже не столько самим полотном, хотя оно несомненно талантливое, сколько изображенным на нем сюжетом Картина называется «Подвиг лейтенанта Кондратьева». До момента знакомства с картиной я не знала ничего об этом подвиге. Теперь знаю, о ком она рассказывает Виктор Федорович Кондратьев родился в 1924 году в Куйбышевской области в деревне. То есть семья была самая простая, крестьянская. К началу войны, выходит, Виктору было 17 лет. В армию его призвали в 1942 году и направили в Гурьевское военное пехотное училище. То, что 18-летнего паренька начали учить на командира, говорит о том, что Кондратьев отличался соответствующими качествами. Понятно, что такие направления не давали кому попало, ведь подавляющее большинство новобранцев шли в армию рядовыми. Также понятно, что обучение шло ускоренными темпами. И уже в декабре того же 1942 года Кондратьев был выпущен из училища и направлен служить командиром стрелкового взвода в 347-ю стрелковую дивизию 44-й армии. Постепенно он набирался опыта. В июле 1943 года войска Южного фронта начали Меусскую наступательную операцию. Она длилась две недели и была очень кровопролитной. Фашисты оборонялись упорно. Передний край обороны проходил по реке Меус. Об ожесточенности битвы говорит тот факт, что советским войскам не удалось продвинуться дальше из шести километров. Был захвачен только небольшой плацдарм возле села Степановка. В самом начале этого сражения лейтенант Кондратьев и совершил свой подвиг. Это было 17 июля. Взводу Кондратьеву было приказано овладеть участком траншеи. Чтобы добраться до цели, было необходимо пройти минное поле. Лейтенант ввел своих солдат, показывая личный пример мужества. Когда минное поле было пройдено, солдаты оказались перед ограждением, состоящим из колючей проволоки. Из-за него было невозможно приблизиться к траншеям немцев. Надо было как-то пройти это заграждение, меж тем, как противник обстреливал подходы к нему. Тогда Виктор Кондратьев встал во весь рост и, подойдя к колючей проволоке, приподнял ее голыми руками, скомандовав своему взводу идти вперед. Солдаты ринулись к траншее противника и после ожесточенной битвы захватили ее участок. Во время атаки Виктор Кондратьев погиб. За свой подвиг он был посмертно награжден орденом Красного Знамени. К сожалению, не нашла фотографии этого героического юноши, отдавшего свою жизнь в столь юном возрасте за родину. На картине Дроздова он показан уже взрослым, хотя и молодым мужчиной. В реальности это был юноша, 19 лет. Жить бы ему да жить. Будь проклята, любая война. Дымилась роща под горою И вместе с ней горел закат Нас оставалось только трое Из восемнадцати ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте Светила спадая ракета Светила спадая ракета На безымянной высоте Светила спадая ракета Светила спадая ракета Светила спадая ракета Светила спадая ракета На безымянной высоте На безымянной высоте Субтитры создавал DimaTorzok